Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео поговорим о соблазне Жанна Бодрияра. Пятая книга, которую я прочитал в 2022 году от Жанна Бодрияра. Первые четыре были система вещей, символические обмены смерти, критики политической экономии знака, совершенное преступление и заговор искусства. Соблазн для меня показался одной из самых тяжелых книг из этих пяти. 21 век с уверенностью можно назвать веком соблазна. Вся политическая деятельность направлена на управление соблазном. А власть, в отличие от соблазна, очень легко потерять. Мы боимся быть обольщенными и поэтому избегаем соблазна. Защититься от него можно двумя способами – притвориться обольщенным или бросить вызов соблазну. Хотя вызов и является одной из его форм. Мы имеем людей, которые еще живы, хотя в символическом смысле уже мертвы. А также людей, которые уже мертвы, хотя в символическом смысле еще живы. Попробуем остановиться на перечислении заглавий глав в этой книге. Или на содержании, если говорить проще. Книга начинается с предисловия Елены Петровской «Хождение в конечное». Потом следует, собственно, сам соблазн, который состоит из трех частей. Первая часть. Эклиптика пола, которая включает следующие главы. Вечная ирония общественности. Порно-стерео. Седусеры-продусеры. Вторая часть. Поверхность бездны. Главы. Священный горизонт видимостей. Обманка или очарованная симуляция. I'll be your mirror. То есть я буду твоим зеркалом. Смерть в Самарканде. Тайна и вызов. Личина обольстительницы. Ироническая стратегия обольстителя. Страх быть обольщенным. Третья часть. Политическая судьба соблазна. Главы. Страсть-правила. Дуальная, полярная, дигитальная. Игровое и холодный соблазн. Холокост. Телефатическое. Соблазн — это судьба. Заканчивается книга послесловием Алексея Гараджа от переводчика. Я читал соблазн уже после совершенного преступления и заговора искусства, несмотря на то, что соблазн вышел намного раньше них. Соблазн в 1979 году, всего-то через три года после символического обмена и смерти. В то время как «Преступление» вышло в 1995, а заговор и вовсе в 2005 году. Однако сейчас эти две книги очень часто издаются в одной книге. Казалось, что соблазн повторяет ритм и такт этих книг. Казалось, что опять начал читать про искусство, так как эти книги похожи. Видимо, в соблазне Бодрияр нашел язык. Тот философский язык, который еще не был отточен в символическом обмене и смерти. Там еще брежет социолог Бодрияр, а не философ. Видимо, Бодрияру удалось таки найти свой язык, свою подачу материала. Соблазн я бы посчитал жирной точкой, которая подытоживает предыдущие его работы и открывает ему дорогу к его коронке – симулякром и симуляциям. Лакан писал «Я тебя люблю, но есть в тебе нечто большее, чем ты сам. Это то, что я люблю. Обхед Петита». Поэтому я уничтожаю тебя. Элементарная формула деструктивной страсти к реальному, как попытка изъять из тебя истинную суть твоего бытия. Вот что вызывает тревогу при встрече с желанием другого. Другой устремлен не просто ко мне, но к моей настоящей сути, к тому, что находится во мне, но больше меня самого. И другой готов разрушить меня, чтобы извлечь эту суть. И разве чужой из одноименного фильма не является наиболее сильным кинематографическим выражением экстимного характера объекта А. Буквально большего, чем я сам. Чужого тела внутри меня, извлечь которое можно только ценой моей гибели. Соблазн – всеобъемлющая форма, всеобъемлющий ритуар в том смысле, что захватывает не только любовные игры, но буквально всё на свете. Всё может соблазнять или быть соблазненным. Люди, животные, вещи, даже мертвые, даже сама смерть. Любой обряд перехода – ничто иное, как соблазнительная игра со смертью. Исследуя идею власти, Бодрияр отмечает, что вся мужская сила – это способность производить. Всё, что производится, относится к реестру мужской силы. Единственная, непреодолимая сила женственности – это обратная сторона соблазна. Когда Бодрияр говорит о женственности, понятно, что это не женщина как таковая, а идея женственности, которая может существовать как в мужчине, так и в женщине. Таким образом, может иметь место игра переворотов. Не обязательно мужчина соблазняет женщину, но мужественность человека соблазняет женственность другого человека. И последние играют в игру, бросают вызов другим и позволяют соблазнить себя. Соблазн, в свою очередь, в действительности становится иронической формой, место вызова, игры, неповиновения. Игра соблазнения в постоянном движении. Я уклоняюсь. Это вы доставите мне удовольствие. Это я заставлю вас играть, тем самым лишу вас удовольствия. Исследуя работы Бодрияра, можно увидеть, что общие темы во многих его работах связаны с воображением и образами. Это уже можно увидеть в его работе «Символический обмен и смерть». Центральная роль воображения и образов в мышлении Бодрияра освещается в совершенном преступлении. Вместо определения образов мы находим в его работах описание артикуляции и эффектов воображения. Его работы показывают, что даже восприятие невозможно без воображения. Каждое восприятие характеризуется историческим и культурным контекстом. И прямой доступ к миру вещей невозможен. Бодрияр постоянно напоминает нам, как предвидел Хайдеггер, что мир стал для человечества царством образов. И постоянно требуются новые образы, чтобы подкрепить эти представления. Мир вне образов невозможен. Образы имеют меметическое отношение к другим изображениям. Меметическое, то есть подражательное. Они намекают друг на друга и изменяются благодаря этому. В потоках желания возникает огромное разнообразие и смерть образов. Но когда истинная теряет свою противоположную энергию, энергию воображаемого, результатом является симуляция, низшая ступень иллюзия. Бодрияр подводит нас как можно ближе к пониманию радикального воображаемого и при этом указывает на аспекты, ранее невидимые для многих. Скрыться от соблазна мы пытаемся при помощи техники, при этом бросая ему вызов. При просмотре документальных телепередач мы видим то, что никогда не увидели бы, переживаем то, чего с нами никогда не было. Телевидение безвредно для воображения, так как оно не несет в себе ничего воображаемого. А художественное кино вообще воспроизводит вымышленные события, а значит само порождает реальность. Компьютерные игры не только порождают несуществующую реальность, но и делают нас ее частью, то есть по сути ничем. На сегодняшнем рынке мы встречаем целый ряд продуктов, лишенных своих вредных свойств. Кофе без кофеина, сливки без жира, пиво без алкоголя. Виртуальная реальность просто обобщает эту процедуру рекламирования продукта, лишенного своей субстанции. Тем самым создается реальность, лишенная своей субстанции, устойчивого твердого ядра реального, точно так же, как кофе без кофеина пахнет и имеет вкус кофе, не будучи при этом настоящим кофе. Так виртуальная реальность переживается как реальность, не будучи настоящей. Игры привлекают нас тем, что в них можно безнаказанно нарушать правила, так как правила это незаконы. В игре не может быть случая, так как случай подчиняется закону вероятности, а не правилу игры. Игра на деньги не для обогащения, так как деньги превращаются в ставку, которая не имеет ничего общего со вкладом. Вложенные во что-либо, деньги сохраняют форму капитала, поставленные на карту. Они принимают форму вызова. Игра, ставка и вызов это уже фигуры соблазна. Телефон это не общение. Это так сказать пустой соблазн языка. Здесь играют в то, будто говорят с друг другом, слушают друг друга. Общение в сети тоже не общение, так как бит не смысловая единица. Как бы мы не пытались избежать соблазна, он все равно преследует нас. Он повсюду. Не означает ли это, что своей заинтересованностью спрятаться от него, мы на самом деле сами его преследуем? Современные соблазны теряют свою магию, все больше превращаясь в похость и непристойность. Это уже не обольщение, а совращение. Это довольно странная книга, от которой в целом остается лишь некое ощущение, возможно даже некий соблазн, не требующий никакой определенности. Печать стиля, память настроения, неполный образ разыгранных тем. Именно разыгранных. Темы становятся скорее музыкальными и их предписанный порядок растворяются в комбинаторике. Я помню только те из них, что меня зацепили и увлекли, благодаря тому, что затронули мои интересы. В этой книге сам соблазн в предельном выражении как будто постоянно ускользает. Мы не знаем больше такого соблазна, дуально-дуэльного, агонического или состязательного, соблюдающего условное правило в противовес необходимому закону. Мы не знаем соблазна брошенного вызова, на который обязателен неравноценный ответ. Иными словами, не знаем соблазна как судьбы. Но когда бы мы его знали? Очень коротко пробежались по соблазну Жана Бодрияра. Возможно, что кто-то напишет более обстоятельное видео или рецензию на эту книгу не на 10-15 минут, а на полчаса, час или более. Однако оставим это заботиться другим. А на этом я благодарю вас за внимание, за просмотр этого отзыва, рецензии, обзора. Подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, колокольчики, все уведомления, поставьте лайк. А на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok